Где-где, а в этом государстве уж точно умеют хранить тайны. Ватикан, Падре Федерико Ломбарди, правая рука Папы Римского, пресс-секретарь Святого Престола, сразу дает понять, сегодня никаких секретов. Мы все понимали, нужна нейтральная территория, и очень долго не могли определиться с местом. А изначально планировали провести эту встречу в Венгрии или Македонии. Известный итальянский писатель, официальный биограф Ватикана Марко Полити раскрывает еще один секрет. Нет сомнений, президент Путин помог при выборе площадки для встречи. Май прошлого года кубинский лидер Рауль Кастро прилетает в Москву с официальным визитом. И сразу после спешит в Ватикан на аудиенцию к папе. Но вот интересная деталь. В римской библиотеке папского института сохранились записи о том, что подобная встреча могла состояться еще в июне 97-го между Иоанном Павлом Вторым и святейшим патриархом Алексием. За две недели до мероприятия все сорвалось, и, пожалуй, не спрашивайте, кто был ответственный за это. У меня нет ответа. Профессор богословия немного недоговаривает, ведь доподлинно известно, что камнем преткновения тогда стала Украина. Начались захваты православных храмов, просто изгонять, просто физически начали изгонять. В то время в незалежной католике-униаты крестовым рейдерским походом шли на православные приходы. Конечно, покойный патриарх не мог пойти на какие-то встречи, потому что люди здесь защищают храмы, жертвуют здоровье, а иной раз и жизнью. Ситуация вокруг католических уний с годами только усугублялась, а после украинского госпереворота и вовсе вышла из-под контроля. Гоните ее отсюда! Кубинскую встречу предстоятелей в строжайшем секрете готовили долгие годы, и в одночасье она оказалась под угрозой срыва. Но все изменилось, когда мир шагнул на порог глобальной катастрофы. Из Гаваны, которой в эти дни приковано внимание даже не миллионов, миллиардов жителей планеты, Сергей Халашевский. Встреча тысячелетия, которую готовили более 20 лет, наконец-то свершилась. Оказывается, нет ничего невозможного, если объединиться против общей беды. Два часа с глазу на глаз в Гаване. То, что еще совсем недавно невозможно было представить. То, что встреча принесла радость патриарху и понтифику, было видно невооруженным глазом. Они очень тепло поприветствовали друг друга в начале встречи и три раза обменялись братскими поцелуями. В комнате переговоров флаг Ватикана и штандарт патриарха в Сеяруси. Между ними православное распятие, говорят, еще дореволюционное. О чем шла речь на встрече, доподлинно неизвестно. Но было понятно, что основное время патриарх и понтифик уделят самой острой проблеме последнего времени – геноциду христиан на Ближнем Востоке. Две церкви могут активно, совместно работать, защищая христиан по всему миру. Мы говорили как братья, потому что мы епископы, мы имеем ту же самую веру, и мы искали того же самого пути. По словам Папы Римского, он обсудил с патриархом целый ряд инициатив, над которыми две христианские церкви намерены работать в будущем. Кирилл назвал диалог очень продуктивным. Мы будем бороться за будущее христианства и будущее человеческой цивилизации. Конечно, сейчас никто не говорит о том, что все разногласия, которые разделяли христиан Востока и Запада почти тысячу лет, остались в далеком прошлом. Ровно 962 года назад здесь, в Вечном городе, Папа Римский Лев IX принимает решение отправить на восток, в Константинополь, послов-легатов, которые предают анафеме и пытаются низложить византийского патриарха Михаила Керулария. Так и началась великая схизма, раскол христианской церкви на католическую и православную. Вот длинный список взаимных упреков. В нем и сегодня не каждому под силу разобраться. Просматривая уникальные старинные церковные документы, его высокопреосвященство, кардинал Рабази, приходит к мысли, если бы раскол случился в наше время, то это наверняка назвали бы спором хозяйствующих субъектов. Вот посмотрите на мне византийский крест. Это подарок русского священника. Это знак того, что между нами не такая уж и пропасть. А вот другой пример, но уже из России. Настоятель московского храма Одессиуан в прошлой жизни до принятия православия был итальянским католиком с мирским именем Джованни Гуайта. Есть наша церковь и наша вера – это общая католика и православия. Священник буквально на пальцах объясняет, чтобы преодолеть тысячелетнюю ссору христианам всего мира, вовсе не нужно дожидаться второго пришествия. Андрей Суханов, Сергей Халашевский, Тамара Кокачи, Иван Малышкин и Марк Зленко. Центральное телевидение. Продолжение следует...